Ну что, мы начинаем, да? Да, где-то как-то так. Вступительное слово. Твое. Почему твое? Ну, хорошо. Здравствуйте, дорогие участники встречи нашего клуба позитивного общения. И мы сегодня 29 декабря 2018 года собрались здесь, в преддверии, так сказать, нового года. А повод его проводить на самом деле. Ну и пообщаться о том, о сём, подвести итоги 2018. Что достигнуто. И поговорить о планах, может быть, на будущее. Потому что, скорее всего, мы встретимся уже в 2019. В следующем году. Говорят, по прогнозам год будет полон сюрпризов. Надеюсь, приятных. Впрочем, это зависит и от нас. Каким он будет для нас этот год. 2018 был, ну, как, вот он был непростой. Можно сказать, даже сложный. И в 2019 ждут каких-то, всё-таки, уже таких поворотных изменений. И есть надежда на лучшую сторону. И я бы хотел предложить участникам нашей сегодняшней встречи поговорить именно об этом. Мы пойдём, как обычно, по кругу. Каждый представится. Потому что у нас новый участник. Представление стандартное, имя. Не кредо. Нет, да, кредо обязательно. Несколько слов о себе. Если есть такое желание, если нет, можно не говорить. Ну, и потом, по второму кругу, когда мы пойдём, можно уже поговорить о своих каких-то достижениях в уходящем 2018 году. Кто бы хотел начать? Да. Собственно, я рад всех вас здесь приветствовать. В очередной раз рад приветствовать новых участников. Спасибо. Меня зовут Александр. Я по-какаме ветеринар. Очень люблю путешествовать. Ну, собственно говоря, всё. По характеру я сейчас довольно похладистый, довольно спокойный. Коммуникабельный, общительный. И весь такой из себя на камеру работаем сейчас. Ну, Света наверняка. Что сказать? Кредо. Кредо. Жанщина, привет. Всегда, наверное. Да. Так, ну, надо ещё один секунду. Кредо. Всегда улыбаться, всегда быть на позитиве и помогать. Выбуждающийся. Прекрасно. Всё. Хорошо. Меня зовут Александр. Тоже Александр. Я переехал в Анапу из-за Читы. Из-за Байкалья. Сразу включился активно в анапскую жизнь общественную. Поэтами установил контакт с психологом, с казаками. Ну, и с представителями общественности, общественности тоже активистами. Ну, и вчера, вот, кстати, я был на совете атаманов, Анапского районного казачьего общества. И мне от имени общественного совета города-курорта Анапа вручили благодарственное письмо за активную жизненную позицию и личный вклад в реализацию социально значимых программ в городе Анапе. И в Анапском районе. Ну, я считаю, что это больше не по казачьей линии, а как бы вот моя блогерская деятельность. Ну, я думаю, все равно люди смотрят, может быть, и чиновники какие-то смотрят мой блог и читают мой блог. Вот. Поэтому, я считаю, за это. Тем более, председатель этого общественного совета Смирнов Александр Иванович мне пожал руку и сказал, спасибо тебе, Миркович. Я говорю, пожалуйста. Нет, приятно. Ну, да, приятно, конечно. Вот. И сейчас я так вот собираюсь, так скажем, с духом и каплю силы. Хочу включиться вот в такую деятельность по налаживанию в городе Анапе комфортной городской среды. Ну, то есть, чтобы у нас были удобные улицы, удобные тротуары, меньше парковок, больше платных парковок. Для этого нужно брать лопату. Нет, для этого не надо. Зачем? Я для этого вот сейчас уже обозначил себе, потому что всю Анапу я не смогу, как бы, охватить. Вот. Я взял участок, где я рядом живу, потому что мне там некомфортно, я нашел очень много там минусов. Вот как раз район многофункционального центра. Там просто отвратительная вот эта вот площадка перед ним. Все заставлено машинами, нету тротуаров, нет возможности пройти. Невозможно пройти в магазин «Пятерочка», который там тоже недалеко. Нет остановки общественного транспорта обозначенной и оборудованной. Поэтому вот с этого я хочу начать. То есть буду писать. У меня всегда метод один – это письма, потому что я знаю, что чиновники у нас реагируют только на письма. Вот если они отписываются, то, как говорится, есть органы, в которые можно жаловаться, вплоть до суда и верховного суда. Но все это требует терпения, но у меня опыт уже есть, поэтому, в общем-то, жизнь идет. Вот, а вся эта работа должна быть. И это не просто как бы так, все так с кондачка. Просто сейчас вообще идет такая тенденция и в мире в целом, и в Москве, и в Краснодаре. И тем более есть установка, чтобы у нас курортные города, губернатор поставил за счет, были более комфортные, привлекательные для отдыхающих. Поэтому все как бы в одной линии, и власти, наверное, нужно давать только толчки. Ну вот, да, вот я буквально с нового года начну вот эту вот кампанию. То есть ты хочешь сказать, если власть не подталкивать, она ничего не будет делать? Конечно, она спокойно, люди сидят в кабинетах, они должны получать сигналы. Ну это да. Вот. И чем больше этих будет сигналов, они будут на них реагировать, потому что неприятно, когда, тем более блогеры, они всегда, как вот, допустим, написал чиновник отписку какую-то, а я же ее сразу доставляю в интернет на обозрение. Если там полная глупость, как говорится, то чиновник уже от этого и становится неудобно, и неприятно, и хуже, потому что он выставляет на показ именно свою. Да. Да, себя. Начинают люди обсмеивать, видеть его некомпетентность. То есть это ему очень вредит его репутация. Потому что чиновники должны всегда реагировать правильно, как вчера губернатора Иркутской области, который у Медведя застрелил спящего в Берлоне. Это просто ужас. Ну вот, в общем-то, обо мне все. Вы молодец. Приятно, что есть такие люди, которые имеют гражданское активное позицию. Ежи, что-то города, пока не ежки и по руке. Ну, хорошо. Нормально, я только пришла. А вот, да? Можно почистить, и тогда, если... Пропустим. Хорошо. Но мы потом вернемся. Обязательно вернемся. Ну, тогда, значит, я принимаю вашу эстафету. Меня зовут Луиза. Я из города Казань приехала. Вы знаете, так интересно получилось в жизни. И самый лучший город, вот, ты его отмечаешь в плане развития... Я согласна с вами. Да, я согласна с вами. Город растет. Город молодеет. Город растет. Город хорошает. Это точно. Но, тем не менее, знаете, вот, поворот в судьбу очень интересный. Все случайно и не случайно. Говорят же, да, в жизни. Я приехала сюда на отдых в Анапу. Ну, буквально, собственно говоря, поздравляю подругу с днем рождения. Мне так, знаете, понравился воздух, понравился город, что я решила здесь остаться. Я бросила педагогическую деятельность, хотя для этого, до этого я 30 лет в школе отработала. И сейчас я с удовольствием тружу со Светланой. Мне, знаете, вот, простая работа по налаживанию быта и просто вот порядка и комфорта в хостеле мне приносит массу удовольствия от того, что здесь чисто и уютно. И вот вы сегодня пришли к нам в гости. Это очень приятно. А он тоже как-то называется? Хостел-хостел? Нет, название Европы. Европа. Европа, да. Так что, да. Так что мы в центре Европы сейчас. Да, совершенно верно. Мы в Европе. Причем в лучшей ее половине, вот так сказали. Вот. Кредо жизни. А мне нравится Восток. Восток? Да. Тоже интересен. Дело тонкое. Кто же, да, философия, мудрость, спокойное течение жизни, рассудительность. Да, кто же, кто же против? Вот я где-то слышал, что Россия, это одновременно и Восток, и Европа, но, следующая мысль, и Север, и Юг. Если мы будем делать крен только по какую-то одну сторону, акценты, то, как правило, мы проигрываем. Нужно одновременно быть всем. Это наша особенность. Это наша сила в этом. Не просто особенность, вот, как бы не забывать ни о чем. Жириновский еще в последнем году говорил, последний кусок на Юг, означал как раз вот развитие экономических и социальных различных политических связей именно с Югом, что сейчас, в общем-то, и происходит. Китай, Индия, Ближний Восток, Турция. Кстати, да. Да, поэтому его не слушали раньше, а сейчас вот мы в эту политику все эти трубы тут обрабатываем. Нет, ну, он много чего такого говорил, что потом действительно сбывалось, подтверждалось. Экспрессивность его мешает вслушиваться в его мысли, а так он говорит, действительно стоящие идеи, да. Ну, а кредо, я не знаю, можно ли назвать это кредо, не знаю, но я поняла, что жить надо здесь, сейчас, вот в эту минуту. И радоваться жизни, радоваться всему, что окружает себя любому положительному, положительному, даже самому маленькому событию в жизни. И это приносит массу радости. А вот из молочей, да, большой она проходит шумно и быстро, а мелочи это и есть, да. Они выбивают даже, может быть, и скорее, несмотря на то, что они положительные. А вот маленькие приятности, они складывают вот этот калидоскоп в красивой жизни, мне это нравится. Кто-то говорил, прошлого нет, уже нет, потому что оно ушло, прошло, будущее нам не дано заглянуть. Оно еще не наступило, и мы находимся только в настоящем. Здесь и сейчас, совершенно верно, да. И то будущее, которое у нас будет, мы думаем, оно будет, но для нас оно будет сейчас. Вот я пытаюсь так же. Сегодня. Здесь и сейчас. Я думаю, это очень мудро, да. Ну и восточная женщина все-таки. Видимо, немножко мудрости все-таки. Восточная кровь все-таки. Да, после того, что вы сказали, блеснуть еще какой-то мудростью будет. Да что вы, что вы, мужчины у нас всегда в этом отношении на две ступеньки выше женской головы. А мы не о мужчине говорим. Сейчас очередь Светланы. А, да, вот оно как, все-таки колесо вернулось к Светлане. Вернулось, да? К Светлане, да. Вообще, конечно, на своей территории намного сложнее. Нет, ну приходишь, когда туда, да, ты полностью отключен. Ты приходишь именно расслабиться. Нет ответственности никакой. А тут я не могу, я сейчас не с вами, я вот там, потому что у нас там тут новогодние мероприятия, ресторан, банкеты, заказы. И я вот все вот это так и не смогу сделать. Я вот забежала, да, а сама я там, я вообще расслабиться не могу. А сама в ресторане сидишь. А сама в ресторане, бегаю, у нас шутка погорилла, и мне вот сейчас сложно жить. Тренируйся. А тем не менее, смотрите, имя свое вы уже можете произнести. Мы ведь начинаем со знакомства, да, и зовут меня. И зовут меня Светлана. Мне только интересно, почему вы решили камеру поставить? Вот я просто думаю, знаете, какой обзор камеры, а люди видят холодильник, и что-то непонятно. А если бы поставили на холодильник, вы бы хоть как-то красотнули. Нет, мы не были. Да? И там красиво, и тут красиво. Да, холодильник и золотая стена. Ты просто не была, когда вы этот вопрос решали, где лучше ее поставить, и мы общим голосованием решили, что лучше здесь. Общим голосованием это вы вдвоем, Саша, да? Ну да, все подумали, и я решила это называть. Так вот. Я вообще не скрыла сейчас в данный момент. Я наоборот слышу вызов, да, и думаю, последние несколько лет у меня эта цель для меня научиться ловить удовольствие от того, что происходит в данный момент. Потому что очень много всего хорошего происходит. Очень много, да? И вот даже в моей жизни я объективно понимаю, что очень много всего интересного, безумно. И встречи с людьми, и событий, и очень столько всего. И что-то случайно, что-то осознанно я делаю, создаю самостоятельно, и какие-то реализовываю свои какие-то там желания, и все складывается, как я хотела. Но тем не менее, уже долгие годы я никак не могу дойти до этого состояния национального, когда я вдруг смогу наконец-то получать удовольствие, да? От исполнения желаний вообще, от здесь или сейчас. У меня как раз-таки этого нет. А ты вам тоже? Ну, я не знаю, насчет кредо, я вот, наверное, да, в поиске, в последние годы, в поиске вот этого ощущения. Успокойствие, гармония какой-то, да? Мне кажется, только в гармонии человек может. Внутренняя гармония. Да, ну, в общем, почему он не способен это видеть? Ну, в общем, потому что... Пробегает, потому что, да. Хлоп, это забота, дела какие-то, наверное. Потому что он постоянно помысленно, уже завтра или просто завтра. Да, 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 да. Не здесь и сейчас, в тот момент все самое, да. Но мы-то лучше знаем, почему. Лучше света даже. Ну, я, например, не... Нет, мы предполагаем только, мы только предполагаем. Да, я не от этого... Мы пытаемся рассуждать. Здравствуйте. Я на секунду. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, я думаю, что... Это, в общем-то, искусство. Находиться в ситуации здесь и сейчас. То есть этому, в принципе, можно учиться и научиться. Нужно научиться. Ну, кажется, это внутренняя работа. Да. Уже все время там распыляемся. На то, на то, и как бы мы здесь, а мысленно где-то мы там и так далее. Вот так, продолжим мысль. Один из, на мой взгляд, наилучших способов побыть здесь и включаться с самым собой на медитацию. Или молитва. Да. По сути, это одно и то же. Ну, не совсем. Есть такая ступень. Есть такая ступень, вот, на медитацию, это как упражнение. В данном случае я рассматриваю это как упражнение. Есть такая ступень, есть такой вот момент, когда нужно остановить, так называемый внутренний диалог. Постараться вообще ни о чем не думать. Вообще ни о чем. Вот на несколько минут хотя бы. Когда достигается вот этот вот покой, эта гармония. Вот только в этот момент. Хотя бы просто взять за правил, да, где 10-15 минут. По возможности расправляющую музыку, темнота, вот, не было внешних раздражителей. И постараться, постараться отбрасывать. 10-15 минут в день достаточно. Что будешь сказать? Найдешь 15 минут в день для работы над собой. А на помощь на свалок? Или с большого. Потому что я же прекрасно понимаю, да, от чего все это. Я понимаю, что я могу это остановить, но я в этом глобально. Я, например, думаю, нет, надо просто изменить там образование. Я в этом смысле, да, я это могу, я это все станет сделать. Просто сейчас вот закончится вот этот период какой-то, и потом все будет вот так. И вот так просто я. Это не самообман? Не знаю. Вот все мое мнение, это мое мнение. По области, хорошо. Ничего по области. Я думаю, можно и так, и так. Но вот тут индивидуально, конечно. Ну да, я же говорю, это только вот. Но доктор советует с маленькой пилюли начинать. Я еще раз поправлюсь, это лично мое мнение, что уже здесь не решай. А медитация, это всего лишь один из способов. Есть множество других. Часто придуманы комнаты психологические разгрузки для того, что сдают специальные комнаты в Москве, в крупной городе, мегаполиты, где психологические перенатряжения, люди перерабатываются. Вот сюда сдают старую мебель, старую технику, не нужно. И за определенную денежку люди эту мебель крушат. То есть, в соответствии, это вещи. Старая мебель, раритет вообще-то. Нет, в смысле, не нужная поломанная мебель. И чем она цене этим удовольствием больше. А еще часто на предметы быта такие, да, что с фотографией, это те, которые... Которые неприятные. Да, которые неприятные. И по ним удастся. Это способ... Не, ну, да, есть разные ухищрения, конечно, каким образом можно... Только тебе решать, а то ты сама поймешь, когда попробуй. Освободиться. Для тебя больше подходит. Да. Мы присутствовали, пока вас не было на сеансе психотерапии. Ай, я пропустила. Боже мой, как снижали. Как снижали бы мужчину. Можно продолжить. Ну, да, давайте продолжим, я постараюсь водиться. Мы продолжаем пока структуру. Господа, в этом клубе действительно... За что нас очень часто критикуют, очень трудно удерживать нить и структуру. Потому что, ну, собственно, сами знаете, почему. И все-таки я хотел бы как-то структурировать наше общение. Я сам получаю удовольствие, когда мы импровизируем. И, наверное, позволяю... Отпускаю усы, чтобы лошадка просто не бежала, куда ей заблагорассудится. Но, вот, мы хотели все-таки поговорить об уходящем годе. Вот. И я несколько слов о себе скажу, а потом плавно перейдем уже к обсуждению по второму кругу этого вопроса. Значит, меня зовут Алексей. Я... Ну, собственно... Скажем так... Свободный художник. Это не моя профессия, это состояние души, я думаю, любого творческого человека. Вот. Периодически у меня возникает вдохновение, хочется что-то создавать новое, творить. Вот. И... Иногда оно куда-то исчезает. И вот, как бы, приходится бороться с собой, искать. Или просто ждать, когда оно появится. Ну, есть определенные, наверное, техники. С помощью... Или какой-то жизненный опыт даже, с помощью которого каждый человек находит или знает, как вернуть такое свое благостное состояние, когда хочется, ну, например, там, творить, да? Вот. У меня какие-то свои есть, там, наработки. Вот. И... Для меня этот год, сразу переходим ко второй части нашего обсуждения, он был, ну, как бы, непростой. Вот. Он был наполнен творчеством. Я был, скажем так, подсел на идею написания книги. Вот. И можно сказать, что я благополучно находился в этом процессе. Думал. И так как для меня это такая художественная вещь, которую я раньше не писал, вот, то у меня было много таких личных, как бы, здесь открытий, достижений даже где-то. Вот. Когда, допустим, персонаж, он начинает жить своей жизнью. И он уже мне диктует, чего сказать. Вот. Это было для меня удивительно. Вот. Когда там герой, он, как бы, вот, начинает действительно... Ну, у него появляется какая-то самостоятельность. И я понимаю, что вот так, как он хочет сказать. А я-то думал, что он должен по-другому. Вот. И мне приходится с ним считаться. И он там свою линию начинает развивать. Вот. И, да, это довольно интересно. Потому что я вижу, что он гораздо, там, мудрее, умнее, интереснее, чем я предполагал, чем я задумывал. И я от этого получаю, конечно, большое удовольствие. Вот. Но работа, как бы, была сбита. Там разные всякие события, жизненные обстоятельства. И как-то это там отошло было на пару месяцев. Сейчас это опять состояние возвращается. И я достиг, думаю, вот такого завидного состояния великого художника, который не может окончить картину. Вот. В этом его величии. Можно догадаться, что он, наверное, велик, если он не может ее закончить. Вот. Предположительно. Вот. И я осталась, вроде бы, дописать 20%, но эти 20% растягиваются. Там уже процентов на 70 растянулись. Вот. Хотя так идейно, там, по смысловому наполнению, там, действительно, ну, не больше 20%. Какие-то новые сценки появляются. Все такое. Герои уже там самостоятельно. Они уже мне там говорят, как лучше сделать. Вот. Ну, и в общем, я в основном сейчас в творческом плане занят этим. Вот. В плане социальной жизни, там, политики. Конечно, год был сложный. То есть, не только для меня, там, скажем, для страны. Но об этом поговорим попозже. А сейчас мы говорим, как бы, о личных каких-то, вот, увлечениях, достижениях. Можно, Мадрике, вопрос-то задам. Раз уж у тебя все это дело, написание твоей первой книги, растягивается. Не стоит кредит. Ее закончить. Писать ее сразу с продолжения. Не понял. Том-2. Том-2, Том-3 и так далее. Да, да, да. То есть, в какой-то степени поделитесь. Может быть, заканчивать не хочется. Действительно, бывает же такое. Ну, я думаю, вторую серию мы создадим потом. Но первая, она должна все-таки до какого-то логического, смыслового, такого, для меня завершения дойти. Потому что это как вот гештальт. Если он будет не завершен, это будет, ну, как бы, для меня некрасиво просто. Ну, вот такая, с колдобиной какой-то. А тут она должна иметь такую законченную смысловую форму. Думаю, что может все-таки как-то сделать и так, чтобы логически она была завершена, да, но подразумевалось, что будет продолжаться больше событий. Может быть. Но я скажу больше. Дело в том, что вот есть такая вещь, как то, что, вот допустим, Фентери пишет какой-нибудь писатель. И оказывается, что там через какое-то время то, что было написано, сбывается. Вот. И меня это достаточно заинтересовало. Более того, я узнал, что где-то там в Штатах есть целый институт, который занимается, отдел, который занимается изучением вот этих всех фантазий человеческих. Вот. И мне бы хотелось, чтобы моя фантазия, она была как бы вот позитивной, такой благотворной, благотворной. Вот. Поэтому я считаю, ее надо все-таки довести до такого завершения в этом смысле. Нельзя оставлять ее не до завершенной. Так вот, я понял. По содержанию пока не буду раскрывать. Это лучше не говорить. Чтобы не сглазили. Я сидел. Да, в себе, в любимом. Собственно, что касается у меня, для меня этот год тоже был усыщен для разного рода события. Я уже говорил, что я очень много путешествую. Я тут все это лето провел, жил в палатке на Утрише. Да, случайно. Потребнется вам в природе. Я человек творчески тоже занимаюсь. Я живу в палатке на Утрише очень много. Для меня у Триш, сам по себе по энергетике, особо не такая. Она очень светла, очень позитивная и мощная. Я люблю такие места, Анастасия, так называемые. Я путешествую по таким местам. Для меня важна не только цель путешествия, не только конечная точка, куда я приехал, а сам процесс. Я встречаю много людей, много незнакомых, общаюсь, обыдь получаю бесценным, я считаю. В этом, когда я получил маску с ценным опытом, на самом деле. Можно, может, так, это больше такой духовного обогащения. Ну, ты уже ответил. Я хотел спросить, для чего тебе этот опыт? Духовный обогащение. Я бы не назвал этот груз. Иногда опыт бывает груз. В данном случае, этот груз полезен. Собственно говоря, я считаю, это мое главное достижение. Что касаемо материальных благ, особо изменений и не было. Политика на меня особо, на мой жизненный вклад особо и не повлияло. Да, я интересуюсь политикой, но мне больше интересна моя собственная духовная статика. Поэтому я считаю, что мое достижение за этот кофе – это получение духовного опыта. На вопрос тогда я тебе возвращаю. Как тебе удается все-таки сочетать такое свое состояние внутреннего, скажем, баланса, комфорта какого-то и тем, что происходит в политике, в жизни? Там много негатива. Во-первых, я не пропускаю его через себя. Во-вторых, я живу здесь и сейчас. И будет так, что должна быть, ребят. В политике, в моей личной жизни. Я, по сути, по сути, я не могу узнать, где я окажусь там через неделю. В таком месте. А вот, что... Самое главное, вот, да, если я туда попасть. Я могу попасть сюда, неизвестно, когда. Я говорю о чем... Сочетаю, отвечая на твой вопрос. Для меня политика, да, она имеет смысловое значение, но я ее не пропускаю через себя. То есть у меня нет вот этого прожития. Нет. Политика где-то там? Да. Да, она важна. Я понимаю. Вот, я понимаю. Вот здесь не пропускаю через себя, потому что это мне на данный момент не требуется. Нет потребностей. Неактуально. И я, по своей сути, человек, не привязанный особо к каким-то материальным благам. Для меня больше, вот, на данном этапе, это больше важная покупка. Это все. Спасибо. Александр. Александр? Я или ты? Уже я. Ну, у меня в этом году итоги мои не совпали с планами. Я планировал тоже творческое развитие, там, заниматься творчеством литературным. Я вообще по образованию журналист, но еще пишу художественные телетексты, стихи, рассказы. У меня это не совпало. Пришлось заниматься в этом году какие-то чисто житейскими, худейскими делами. Квартира, обустройство. В новую квартиру переехал, то есть обустраивал. Потом старую квартиру ремонтировали собственными силами. Вот, что для меня не характерно, там, выключить, замазывать, там, красить, добить, клеить. Это вообще не мое. Ну, пришлось. Ну, а понравилось? Ну, мне вообще нравится процесс, как-то любой работает. Яму копать. В армии копал с удовольствием. Траншеи. Ну, и пользуя вообще... Время, когда звенит лопата, огромный, это здорово. Прикладываешь, что это не расходило. Да. Ну, на следующем... А, ну, в принципе, что и творчество сделано в этом году. Продолжал выпускать вот эту газету. Ну, не много номеров, ну, наверное, номер 20 лет. Вот, в частности, вот последний номер 25 декабря. Эту газету я инициировал, издание ее в Анапском казачьем общество районном. Ну, и на мне эта ответственность лежала. То есть я придумал, я ее видел сначала до конца. Ну, потом, в прошлом году я сказал, что я устал. Вот. И подключился там другой человек, который теперь занимается поиском материалов. Вот. А я только вот техническую сторону осуществляю. Ну, в этом номере я написал этот материал по следам внука легендарного атамана. Это о поисках внука атамана Семенова. Гиги. Гига Семенов. Вот. Нашли? Ну, возможно, он где-то живой. Он 42-го года рождения, поэтому есть надежда, что он где-то живет в России и откликнется. Алло. Вот. Да, в этом году я говорит. Да, подходите. Шевченко 73, гостиница Европа. Хостел. Поднимайся и говоришь, хостел, как пройти? Там ворота открыты. Ну, иногда не закрываются. Бывает такое, что закрывают. Да. Хирург. Ну и из творчества написал слова песни. И вообще, мы сочиняли песню про Анапу. Слова написал я, музыку написал композитор из Москвы, Игорь Звалинский. Вот. Ну, песня такая веселая, бодрая, бодрая, танцевальная. Вот. Но теперь нужно сделать аранжировку. На аранжировку надо где-то 15-20 тысяч рублей. Вот я призывал наших зрителей, чтобы они перечисляли, но как-то не откликнулись. Вообще, никто не один. Один, три стрелки перестал. Вот. человек, и все. И на этом все закончилось. Но ты хоть куплетик не вдохновьтесь. Куплетик выложи. Или прочитись сейчас. И она, песня эта есть. Я даже ее накладывал там на один из роликов. А скажи куплетик. Там несколько строчек. Я не люблю как-то вот твои стихи читать. Но там есть сейчас. Это будет лучшая реклама твоей песни. Сейчас, сейчас, подожди. Ну, припев там, он простой, потому что я старался делать очень простую песню. Как вот, ну, шлягеры делают. Не оправдывайся. Песня такая легкая. Четыре строчки куплета. Анапа, нет лучшего места. Анапа, люби и мечтай. Анапа, морская фиеста. В Анапу, скорее, прилетай. По-моему, красиво. Реклама Анапы, да. Да. Ну, вот, нужны деньги на аранжировку. Ну, я-то в этом вообще ничего не смысливаю. Я нашел аранжировщика. Он, кстати, тоже вообще удивительно, что искал, ну, вообще, случайно. Нашел его в Одноклассниках. Он оказался тоже чатинец. Вот. Сам делает аранжировки, а жена у него прекрасно поет, потому что я видел, ну, клипы, отлично поет. Оказалось, что его жена. А еще удивительно, оказалось, что они переехали в Анапу и живут в Анапе. О, ну, семья. Да. у тебя все есть для того, чтобы... он такой человек, как бы, я говорю, давай, напиши, сделай аранжировку бесплатно. Я написал слова бесплатно, Звалинский, музыку, ты сделай аранжировку бесплатно. а потом песню можно, в принципе, продать уже, готовую, куда-нибудь, какому-нибудь исполнителю или, может быть, в управлении культуры. Ее бы любая, взяла любой коллектив танцевальный, вот у нас же много всяких, даже выезжать на какие-то фестивали с собственной песней авторской. Я думаю, кто понимает, он бы, наверное, откликнулся. Ну, вот, пока, я не умею продвигать песни. Я тексты еще знаю, что продвигать. ролики, видео. Мне понравился твой синие. Двой стих про Че Гевару прочтешь? Про Че Гевару? Да. Прочет. давай, нет, ну, поэтические замечания сделаем потом. Отдельно, да, я применю. хорошо. талмуды, можно будет почитать, я плохо наизусть читаю. вот, но это вот, что касается творчества, то есть, вот, газету делал, сделали песню, но у тебя не до конца. Прямо результат налицо. Да, а в следующем году я хочу систематизировать все свое творчество предыдущее, вот, сделать сборник стихотворений, как минимум, вот, вот, но не знаю, каким он будет, потому что, или таким вот, ну, на показ, чтобы его там можно дарить, чтобы не было стыдно за стихи, стихи, которые уже прошли обкатку, которые публиковались в газетах, там, в Альманахе, в частности, вот здесь, в Парусе, Альманах, Анапске, вот, но у меня еще много стихов, которые просто, вот я писал для друзей, просто прикалывался, дурачился в стихах, вот, и они мне тоже дороги, и они мне даже больше дороги, чем вот стихи, которые, вот, я, как бы, на заказ там писал, или там, по всем правилам стиховложения, чтобы там, как говорится, вот, а есть стихи, которые просто, подуши, подчигевару, допустим, тоже, да, и много таких, вот, вот, и я хочу сделать сборник, и, может быть, я его назову, избранная и изгнанная. Интересно. Ну, так, как бы, это как вариант, чтобы, как бы, ну, или там, я не знаю, избранная и... А? Неизданная. Неизданная, или там еще как-то, или такое, можно, чтобы уже понимали люди, что здесь стихии, как бы, хорошая, а те можно не читать, так, предисловие даже, написал, что, первая половина, для ценителей поэзии. Первая часть будет назваться хорошие стихи, а вторая плохие стихи. Избранная, избранная, и неизбранная. Молода. Ну, вот так вот. Сейчас издать очень легко, я уже, вот, Алексеев говорил, что книгу издалит. Мне понравилась идея с хорошими и плохими стихами. Почему? Будут брать, чтобы почитать плохие, именно. Не, у нас стихи сейчас вообще плохо идут, вообще в России. Плохо, да? Таких вот, гаджеты хорошо идут. Зато. Вот поэтому, есть идея насчет гаджетов. Какая? Если вот на канале, на YouTube, здесь канал, сделать видео, где ты декланируешь стихи. у меня есть такая идея, чтобы музыка там шла в дону, чтобы хороший вот этот микрофон студийный, на подставке студии, туда-сюда, чтобы все не один звук не просачивался. Да, да, да. И декламация. Четко поставлено на токаре. Я так, чисто вот для... Вот послушаю, пробы. Товарищ простой, он самоладерец двухозаписывающей студии, и аранжировщик писать. Я могу с ним вести, и дальше уже... Он может делать аранжировку. Тогда тебе придется писать еще один сих про Ростов, чтобы ему было интересно. Как не обязательно. А вот поэтический вечер можно, конечно, сделать, не нужно. У нас есть вот место, где почитать стихи, это вот парус. И я туда вхож, являюсь членом этого литературного объединения, но мне туда ходить не нравится, потому что там... Значит, ты более... Обстановка такая напряженная какая-то. Девчонская. Да, тебя могут там разнести критики. Я, в принципе, критики не боюсь, но... Но уже надоело. А вот так вот. В компании гитары я еще не знаю. Но он хорошо держит туда. Это очень скользкий. Ну как играю. Скользкий тикчик. Девчонская. Уходит от ударов. Ну вот где-то посидеть в компании, что-то там спеть, спеть, что-то читать. Вот это вот надо вот такую какую-то сделать. Кстати, утром 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 был? Ну не был. У меня, кстати, в песне про утрежские лагоны тоже есть. Я их специально вот в этой песне насытил такими специфическими названиями. То есть, чтобы это не просто была песня, которая могла быть в Сочи там петь или там где-то в Келенджике. У меня там утрежские озера, пески Джимите, высокий берег. Ну еще что-то там есть. Самые яркие точки Анапы, Анапы, Анапы. Ну да, и вообще лучшие стихи про утреж у Александра именно потому, что он там не был. Кстати, да. Ну мне рассказывали... Не, на лагунах я не был. Я был на утреже там в районе рюкзинария. А на лагунах... А с тех так и начни. Я не был на лагунах. А дальше на лагунах. Это своеобразная романтика. А значит, я не знаю Мишиша. А значит, я не знаю Мишиша. Но лучшие стихи пиши об этом. Не даром я славу поэтам. Уже сложилось, Винтика. Уже сложилось. Початайте скорее. Фиксируем. Мы записали. Кстати, хорошее упражнение. Я думаю, у нас бы получилось хором сочинить стих. Я однажды... Но это, кстати, один из уроков такого, да? Развитие реформы. Ну да, я начнил свою поэму. Я служил в милиции и в службе конвоирования. Мы часто сидели вот так вот. Слушай, опасный человек. И просто сидели часами и... Ну кто сидел просто вот, курил там, вот или там, не знаю, там, кто-то дремал. А я всегда сочинял или читал какие-то книжки. У меня всегда была сумочка с собой. Там у меня был Томик Чехова. Я открывал и читал вслух. То есть часовой на посту не дремлян. Он спит. И однажды я написал целую поэму. Она, кстати, у меня, по-моему, еще и не набрана. Я недавно только ее разыскал в своих архивах. Я ее писал буквально... От руки. От руки и без предварительной какой-то подготовки. Просто вот как поток мыслей шел. Неретертированная, да. Да, 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 да. Ну я вот сейчас перечитываю. Это самое ценное. Причем там схвачена вот эта вот специфика времени. Я писал ее... А сохранились записи? На переломе вот 80-х, 90-х годов. Ну, сохранились, да. И там вот эти вот репрессии, когда все это вскрывалось. Сталин, вот это злодеяние. Иглашность, иглашность. Ну да, да. То есть для тебя Сталин злодей? Да. Ну тогда да, был. Сейчас вот уже... Он такой противоречивый личный. Ну ладно, сейчас не об этом. Да, мы не... Он тиран, это один словом. Тиран. Ну я бы... Я не согласен, кстати. Ну да. Я думаю, он был гениальный в своем роде человек. Давай дальше. Ну в общем-то вот все. Ну ладно, на куда идем дальше. Хотя была Луиза. Сборник. Да, вы знаете, мы говорим о 18-м гольте, как я так понимаю, да, уходящем, что он нам принес. И докатились до Сталина уже. И докатились, да. Вот я... О политике ни слова. Так вот, вы знаете, так интересно тоже случается, что 16-17 год, они были у меня такие вот, какие-то все узловые. То есть какие-то вот узлы в жизни завязывали-завязывались, которые тянули меня вот буквально на дно, от которых просто вот задыхалось, что-то такое негативное в жизни происходило подряд одно за другим. Вот. И 18-й год он стал для меня в хорошем понимании, наверное, Дамоков меч, который взял и разрубил все узлы. Переломным, да? Абсолютно точно, да. И поэтому вот я им очень благодарна. 18-му году там были такие трагические, собственно говоря, очень красивые события. Тем не менее, я сейчас понимаю, что вот это и было развязывание узлов. И поэтому 19-й год я жду с нетерпением, с полным позитивом, вот с приготовленным белым листом и ручкой. Чтобы завязать новые узлы? Чтобы нет, не завязать новые узлы, а писать книгу жизни другими чернилами, другим настроением, другими красками и с яркими иллюстрациями. Не черно-белыми, а именно яркими. Я этого жду от 19-го года. Ну, а что еще? Что там еще мы должны сказать об уходящем году? Ну, собственно говоря, все, наверное. Я вот так вот вот это, да. А, ну, достижение, наверное, и не мое, вы знаете, собственно говоря, достижение моей дочери. У меня в 18-м году появился прекрасный внук замечательный. Чему я тоже, да, я дважды бабушка, и поэтому я просто-напросто горжусь тем, что у меня есть такие замечательные золотые детки. Это вот тоже достижение 18-го года, за что я тоже должна год поблагодарить. Это уходящий. И не только год. Год детей Всевышнего, ну, все, все силы космические, которые так сложились, что вот-вот-вот-вот-вот-вот, где-то разрубилась, где-то родилась, где-то ушло, тем не менее уходит все ненужное, а все нужное приходит. Я думаю, да. Дальнейшее, это там будет достижение, часть ваших достижений в воспитании. Я думаю, что, знаете, это не мое достижение, это достижение дочери. Как говорится, тоже один из мудрецов сказал, не надо, не надо детей лишать возможности быть родителями. Поэтому вот я такая бабушка, позволяющая детям реализовать свои материнские, отцовские чувства. Я наблюдатель. Достижения дочери в какой-то степени это и ваше достижение. Ну, отчасти. Вы же в нее вложили? Я в плане воспитания внуков, что это все-таки, я просто любую с тем, что происходит в молодой семье, и вот действительно, я созерцатель в этом плане, а не такой наседатель, надо делать так, надо делать так. Ну, и да, и горжусь тем, что я, значит, воспитала мудрую девочку, которая делает все правильно. Вообще, Казань, это, конечно, город такой, как бы сказать, с глубокой историей. Ну, это понятно, тысячи лет, более тысячи лет. Нет, более тысячи лет. Он в истории России сыграл какую роль? Ну, вы знаете, Казань вообще тот город, в котором определенно точно стоит побывать. И что молодому поколению, что как бы поколению с опытом, потому что, правда, вот вы уже и заметили, что такой перспективный город с древнейшей историей, и тем не менее он современен, он как-то вот актуален. Это как вот классические произведения, которые не умирают, и всегда читаешь заново, и с новыми идеями, с новыми мыслями пересматриваешься и позиции жизненные. Вот так и город, он имеет такую интересную тенденцию, что он старинный, но он современный, в хорошем плане. И вот, не знаю, несмотря на то, что я переехала, тем не менее, в Анапу, но я этот город люблю, так что welcome to Казань. Что могу еще сказать? Ну, о Годи, о себе лично, наверное, все. У меня у тебя переломный. У меня у тебя был прокурором Казани когда-то. Вот видите, как у нас интересная встреча-то оказывается. Главный прокурор? Ну, ну, прокурора одного из районов. Районов Казани, скорее всего. Там район достаточно большой. Да, из конца, в конец два часа езды на автобусе. Город действительно замечательный город. Да, да, да. Вот так что, тем не менее, это не мое достижение по поводу Казани. Самое интересное, что вот у меня такое чувство живет, что я там был. Хотя я точно знаю, что я там никогда не был, но вот такое чувство. Может, в прошлой жизни? Не, не в прошлое. Вот я даже, я даже какие-то, вот, может быть, это порода была здесь, чтобы... Ну, вот, я не знаю, но вот это чувство во мне живет. Поэтому, это, как бы, надо будет исследовать, почему. Кстати, многие приезжают в Казань, вот ощущают, по сравнению с Питером и Москвой, они себя чувствуют комфортно, как дома. ну, я не знаю, вот многие туристы так говорят, вот как дома. Ну, это атмосфера такая. Атмосфера какая-то, наверное, да, и потом, знаете, тоже одни туристы рассказывали, как они слегка злодились на автомобиле, развернули карты, долго рассматривались, можем куда двигаться дальше, там сложно, транспортные развязки и так далее. Мы были удивлены, когда остановилась машина, вышли молодые, абсолютно люди, там 22-23 лет, подошли, спросили, у вас какие-то пролеты, мы можем вам помочь, ну, да, вот нам надо выбраться, и ребята не просто там им показали, они еще и сопроводили, и на карте нарисовали цветными мелками, так сказать. То есть приятно, что среди молодого поколения растут вот такие прекрасные люди, которые всегда готовы оказать помощь и содействие, да, ну, и там будет это в Казани, не в Казани, неважно, но тем не менее, вот именно этим поступлением я вот прям погородилась за наших казанцев, что вот есть такие. Ну, это да, это не про год уходящий, пусть будет их больше в наступающем году, чтобы молодежь, правда, у нас радовала более чем. Я думаю, это будет. Ну, хорошо бы, потому что, да, потому что глядя на нашу политику современную, как-то все больше плачевного, и все больше пессимистичного, а глядя на молодежь, как-то иногда так раз и взбодришься, думаешь, а нет, не все потеряно, не все потеряно. Политика пока что очень не так сильно влияет на молодежь, потому что молодежь не интересует. Да, слава богу, не интересоваться ей, да. Как-то жить отдельно, как вы говорите правильно, это вот не сюда, это вот не сюда политику поскачивает. Печально другое, что больше интересует, вот эти вот гаджеты. Хочешь управлять своей жизнью, выключи телевизор, называется тоже. Хочешь тоже? Управлять своей жизнью, выключи хотя бы телевизор, черняковская. Для начала. Да, для начала, естественно, хотя бы она поэтому и говорит так. Поэтому гаджеты, да, конечно. Ну, это зараза была с первого века, я считаю. Ну и телевизор тоже. Телевизор тоже, да, это в той же, в той же сфере. Эти бесконечные шоу, поевики и шоу. Я внушаю тебе ребенку, что он должен сам, он должен сам, он должен сам выбирать, вот здесь сам выбирать, кто он, мальчик или девочка. Я думаю, тема мультиков, на самом деле, ее нам надо сделать отдельной, темой нашей встречи даже. Там много есть о чем поговорить. Добрейшие мультики. Гаджетов, мультиков. Вот. Это, опять, это уже для нас одна тема отдельная, так? Ну, мы... Отдельные стихи? Вот видите, у нас уже три темы возникло. Отдельно можно несколько литерационных вечеров устроить. Дайте. Можно сделать вообще, просто в каждой встрече по этической страничке. Минут. Так, беру инициативу в свои руки, и Александр немножко сказал, но на этом давайте поставим акцент, а чего не достигнуто из того, что каждый планировал или хотел достичь. И, может быть, небольшой анализ, как вы думаете, почему это было не достигнуто. Можно я? Начни. Ну, начнем с того, что в плане духовного, я говорил, что сейчас есть потребность раздастся до холода. Здесь есть вот этот момент некой неудовлетворенности, потому что я мог побольше совершить, если бы не автоэкорр. по жизни. Вот. И это же момент играет для меня среду на будущий год. Я пояснил. Это отказ от некоторых вредных привычек. Хочешь бросить курить? Да. Похвально. Вот. Счет некоторых обстоятельств был трех момент. Я готов это сделать. Я готов. А что мешает? Вы можете здесь и сейчас прям решить и сказать. почему нет? Принять решение. Я могу. Не надо дотягивать. Согласен. Согласен. Можешь даже дать нам обещание. Или нам не обязательно Луизе. Или перед всем самому себе. Или перед камерой. Себя и мы будем свидетелями. И нам будет приятно. может дать обещание всей стране. Вполне. С сегодняшнего дня я обещаюсь брать тебе. Вау. Ох, ничего себе. Дарю вау. Я проконтролирую. Мне кажется, этот человек, который дает обещание, то он выполняет. Почему-то мне так кажется, что это так, но не тот, кто будет в технике. контроль не будет здесь. Тем не менее, да. хорошо. Я не думаю, да, что это. Я не буду. Я Вы тот человек, да, если говорит, то уже делает. Кстати, вы не просто хороший педагог, вы хороший психолог. Спасибо большого. Хороший педагог должен быть психолог. Обязательно. И наоборот. Наверное, так. Я просто пол покажу. Ну, это, пожалуй, единственный момент, который я не смог в уходящем году достигнуть. Так ты его уже уже. Все. Нет, стоп, я не договорил. Я не договорил. вот до настоящего момента. сложно здесь. Вот, вот, здорово. Слушайте, а классно, еще одна галочка, правда? Да. Супер. Еще одна галочка. Это приятно, когда в блокнотике отмечаешь, так, это я тоже сделал, вот здесь и сейчас. Классно. Я тем более человек визуального настроения, образа мышления. Я думаю, этому можно позоветовать. Классно. Не совсем понимаю, чему. А что еще одна достигнута? А что тебе мешает достигнуть? А сейчас мы дадим. Вам. Нет. Достигнут своей цели. Но об этом поговорим по кругу. помешало такие житейские заботы. Но они тоже необходимы были, они возникли внезапно. Поэтому я ими занимался. Не без удовольствия. Еще недостигнутого? Подноготную свою выверни нам. мы чувствуем, что ты непростой человек. сверх обязательства не брал. О! Он предусмотрительный. Да. Практичный человек очень. Берет небольшие задачи, те, которые он точно может решить. я бы не сказал, что они небольшие. Потому что по факту получается, что он делает больше всех новых людей. как бы да. Для меня газету выпустить это вообще целая эпопея. А для него это не такая же глобальная. А для него да, не глобальная. У каждого масштаб же глобальная планете комфорта в твоем районе нет таких возникла задача. Задача. А мечта такая глобальная? Ну, мечта глобальная, да, я не знаю. В принципе, когда я переезжал в Анапу, я долго не мог для себя понять, почему я перешел в Анапу. Ну, прям. То есть, ты уже переехал? А потом начал анализировать и как бы не совсем так точнее формулировал. Вот. А сейчас, когда я занялся вот урбанистикой, да, то есть, устроить там комфортной городской среды, ну, вот, как это все устроено, почему тротуары должны быть широкими, почему парковки должны быть платными, почему там здания должны быть такими, а не иначе, вот, почему скамейки должны быть со спинкой, а не просто лавочка. Вот. Это все вот в это входит. германский дизайн. Да. И я понял, что я как раз и искал в последние годы своей жизни вот эту комфортную среду. Почти я ее не находил. Вот. Приезжая на отдых в Анапу, я видел, но не осознавал, почему. А, кстати, вот такой есть принцип урбанистики. Почему на одной улице мы любим ходить по одной улице, даже по одной стороне тротуара, допустим, а на другой улице мы не любим. Но это уже говорит о том, что надо смотреть, что на той улице нет, что есть на этой улице. Уровень комфортно. Да, уровень комфортно. Вот, поэтому я, уезжая из Читы, я как раз уезжал от менее измерения комфортной среды в более высокую компонентную среду. А почему дети любят по лужам бегать? А вот, кстати, устройство детских площадок, вот то, что вот у нас строят, вот эти вот яркие цвета, это неправильно все. Вот. Ну, так вот говорят сейчас современные урбанисты. Настоящая детская площадка, она должна быть очень простой. Она должна быть естественных материалов, то есть это не дерево, не крашеное, не крашеное, причем она не должна быть именно площадкой, это должны быть какие-то вот горы, скалы, чтобы природной средой иметь его с удовольствием. Да, 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 чтобы ребенку было интересно просто вот преодолевать, полазить, там, изучить. Это же натуральные как-то. Да, да, да. А вот отвечаю на два вопроса, почему дети любят бегать по лужам, я отвечу. Знаешь, почему? Потому что им это запрещали. Это правда. Это уже доказано. Нет, нет, они... Мне они запрещали, и я очень любил фон. Сам факт разгрызгивания мелких капель это интересное. Фон, вот этот фонтан, это зрительное, вот этот объект, когда у тебя разлетается под ногами, красиво. Это развивает ощущения новые, получает. Ощущение счастья, да, в эту секунду ощущение счастья. единство с природой. Вот это вот, Натоля, что тебя же потом за это наказывали, правильно, да? Нет, не запрещали. А ей-яй и говорили. Кстати, с этим поспорю, потому что, вот скажем, внучки, мне дети, ну, мои дети не запрещают внучке бегать по лужам, то есть ее одевают в такую форму, чтобы она просто-напросто не вымокла, да, и позволяют ей прыгать, скакать, хочет, даже нас сядет в эту лужу, в общем-то, ничего. И она, и она, тем не менее, смотрите, ее не наказывают, но ей нравится. То есть не всегда наказание, это... Хотя иногда бывает. Котакт с природой. Бывает, я согласна, что бывает, да. Поэтому, вот я скорее соглашусь с этой точкой зрения, да, не потому ребенок любит прыгать по луже, потому что его наказывают и запрещают, а потому что, да, это природа, а природа в себя манит. И он интерес. Если бы ему как-то после этого он вылестит из этого некомфортно, становится, если у него мокрая одежда, он потом в следующий раз сам не болит. На личных ощущениях, да. Но это он познал, да. Это как у меня, вот допустим, я тоже всегда боялся, у меня тоже дочка маленькая, ну, была, сейчас уже подрастает уже почти 11 лет. Вот. Я всегда говорил жене, ты вот смотри, чтобы она не обходила, она обожжется там в чайник, там или это. А всегда моя жена, у меня такая женщина практичная и тоже очень много читает по психологии, книг, текстов. Вот. Она говорит, ну что, ну пусть она обожжется. Я говорю, ну не давай ей там резать это там чего-то. Японский подход. Да. Все позволяет. Пусть порежется. Ну пусть порежется. Это опыт. Да, это опыт. Вопрос на засыпок. Как тебя родители наказывали? Было такое, что наказывали? Ну, не, я вообще рос очень так, такой, я был ребенок последний, вот, причем после брата и сестры я родил, что-то через 16 лет, там я родил. Откуда я знаю? Ну, мы его, по-моему, поговорили, я не так раз забавлюсь. Да нет, угадал просто. У меня даже был воспитатель такой, я в садик не ходил, мама у меня работала, отец у меня служил в части, и он был прапорщиком, вот, но, как говорится, у прапорщика всегда тоже большие возможности. И он солдата, повара, взял из части, ну, я не знаю, почему, как это так, он договорился там, именно, чтобы он следил за хозяйством, у нас было большое хозяйство, в собственном доме, там сад был, кролики, там, собаки, огород, ну, и печку надо было топить, у нас там была индивидуальная система отопления, вот, и за мной присматривать, вот, у меня, прочим, да, да, был, у меня был солдат щукин, он, он, бил в песне, я помню, у меня даже записывали на мониторфон, так что, у меня детство было очень такое интересное, в общем, воспитал тебя щукин, да, щукин, солдат, солдат, да, он был откуда-то с Урала, прекрасно пел песен, меня есть фотографии, очень толковый был, да, судя по результатам, да, здорово, не было. хорошо, не будем мы на тебе долго останавливаться, да, хорошо, да, хотя, в принципе, вот, я на наших встречах всегда считаю, что человеку интересно поговорить о самом себе, да, как говорил Карамзин, что, что может быть лучше, чем мы сами, для нас, будет интересно, конечно, когда мы общаемся, рассказываем себе, мы порою сами что-то в себе открываем, замечаем, потом анализируем, в этом принцип, принцип психологии, да, психологическая помощь, даже, групповая терапия проводится, да, и каждого одна собрания группы, группа делится своими достижениями за это время, это не встреча. Я считаю, что у нас вообще в стране, в России, очень не хватает людям именно общения, живого общения, вот городская среда, она тоже нас заставляет деляться друг от друга, то есть, вот эти собственные квартиры, а когда еще какой-то двор, все заставлено машинами, и нет даже пространства, где люди могут собираться, даже вот бабушки, они тоже, которые собираются, у них... Я вчера новости включил, согласен, насчет города, и показывают, или позавчера, значит, у нас создали, новые плацкартные вагоны, вот, и они от купейных отличаются только тем, что там занавесочки, где можно от остальных занавеситься, отгородиться, как в хостеле, отгородиться, и народ недоволен, как бы, когда едем в обычных, привычных вагонах, люди общаются друг с другом, и я думаю, а вот эти вагончики, может быть, они для того и делаются, чтобы как-то люди не особенно между собой общались. вот в Японии, там тоже люди, видимо, вот этот вот, бешеный ритм жизни, вот это вот, их постоянное нахождение где-то на работе, в офисах, они так устают, что они даже делают вообще, вот у них окна, они обязательно их закрывают, у них они или шторами их закрывают, снаружи сажают деревья, чтобы обязательно закрывать, а у кого деревьев нет, те просто ставят большие щиты, и вот я сейчас много смотрю, говорю, по урбанистике видео, балконы, лоджии, они просто вот делают вот такой щит, все, у них окно там есть, все, они выходят на балкон, но они огорожены щитом, они не видят то, что у них происходит на улице, у них нет потребности в общении, они таким образом специально отгораживаются от мира, хотят побыть одни, вот я же работал в это время, 18 часов работают на работе, в постоянном потоке, то это хочется так много, в сон на работе даже, в сон на работе и запланирован, запланирован, и мало того, приветствуют, приветствуют, да, потому что, ну у них и рабочий день в 7 часов, я долгое время работал, ну вообще, это принципанское семейство, можно сказать, в пенитенциарном системе, ну это тюремная система, вот, ну знаю, вот жизнь, быт осужденным, так вот, для них большое наказание, большее наказание, чем, наверное, сам срок, это вот находиться в бараке, когда много людей и ты никуда не спрячешься, потому что это общежитие, всю жизнь, прожить в общежитии, это очень страшно, то есть, когда вот у тебя, помимо, ну, в армии то же самое, но в армии как-то это ограничено, влагод и все, вот, там, я об этом не задумывался, хотя я тебя тоже напрягала, вот, а вот люди сидят, которые там по многу лет, и когда вокруг тебя... То есть, ты хочешь сказать, что человек в одиночке сидеть лучше? Конечно. А почему люди не выдерживают? Они не знают, чем заняться, просто надо быть творческим. Творческим. Да, быть творческим. С техниками, когда они делают. Чтобы не было скучно с самим собой, и все. Когда человеку скучно с самим собой, это трагедия, а когда ему не скучно. Класс. Импровизированный перерывчик. Да, да, да. Делаем паузу. А, ну ничего, мы... Так, можно убрать со стола лишний мукор. Идем. Небольшую паузу делаем. И потом пойдем скоро на завершение. Да. Кстати, для себя... Три минуты паузы. Для себя интересный факт узнал на холодистке Катерманка трасс. в Америке. Что заключенным условия содержания не запрещалось разговаривать. Вообще. Вот все мы запряжаем. И ученым было доказано, что постепенно в течение года полтора без общения начинает сходить. запрещалось даже разговаривать на прогулках и на прогулках да. А вот по через стенку от решетки и запрещалось через решетки. то есть в блоках в полной тишине. Ну да, конечно. Ну, именно за счет этого, да, как раз считалось самым на одной самолёт стерилин. А что сейчас происходит? появляет как что-то. свежего вообще. Общение, само слово общение, оно же вот. Это не разговор, а общение, то есть общение. Да, когда люди собираются в общинность, общинность какое-то общение. Разговор это, разговор это вот сейчас когда реверпорт включается, ощущение. Что говоришь? Ну, мы этого не вырежем, да. Так, говорите, Хидорь? Да, здесь речь зашла о том, что была такая тюрьма Алькатрас. Что было? Алькатрас, тюрьма. Была такая и она и сейчас есть? Да, но она не использует тюрьму, это просто теоретическая премьерпия. Серьезно. В этой тюрьме запрещалось скреченным разгалаивать вообще. Как интересно. И через некоторое время скреченное сходили с ума. И обрати внимание, что сейчас происходит. за счет появления гаджетов интернета люди перестали общаться вживую. Те самые загородки вы говорите, попытки ... Можно я твоей использовать? Потому что не можно, а нужно. Отсутствие живого общения. То есть происходит изменение. Я думаю, что поэтому это одна из причин. Общение через гаджет это тоже общение, потому что чат и прочее. Но это конечно все равно не живое общение. Часто это лжее какое-то общение, потому что люди принимают на себя, которые общаются в интернете, через них другой образ. То есть когда мы общаемся, мы себя видим. Они становятся настоящими. Нет. считаешь, не можно выражать именно те мысли, ты думаешь. А вот ошибаешься. кстати, мне кажется, нет. Знаешь почему? Потому что ты с помощью тех, которые ты пишешь, если сообщение, ты не сможешь передать эмоции. Не сможешь. А зачем ее передавать? Главное, чтобы ты ее прочувствовал и выразил для себя. Нет, ты не сможешь прочувствовать эти эмоции. Нет, существуют же вот эти смайлики. эмоции всякие там. Есть наука, есть наука, тоже это психология, что 40% информации во время живого общения мы воспринимаем невербально. Ну да. Вот, то есть это мимика, это жесты, это биологический настрой. И как ты это с помощью смс или так? Чайку? Да. Как? Ну, нет, конечно. Не передашь? Даже через видео ты не все передашь. Нет, ну, живое общение, конечно, ничего не заменит. А, вы попали. Ну что, давайте мы пойдем все-таки на завершение. Сейчас у нас шеринг, собственно, я хотел еще поговорить о том, что вы как планируете 2000, как мы планируем 2019 год, может, что-то уже есть такое, чего бы хотелось достичь, и в шеринге можно об этом тогда сказать. какие цели перед собой. 5 минут назад достиг. Да, молодец. Вот. Нужно новые ставить. на достигнутом нельзя остановиться. А вы знаете, у меня вот созрела своя цель, я могу поделиться как раз, да? Можно на куртаве начнем и пойдем в другую сторону. да, да, вот про цели, которые достигнуты и не достигнуты, как раз к слову. Я в 2018 году ставила перед собой цель, которую я не достигла. Я теперь понимаю к завершению года, что она была слишком глобальна, и нужно было немножечко снизить масштаб. это покупка дома, например, да, скажем. Я мечтала о доме. А переехав в Анапу, опять же, вот с Анапой прям все положительно связано. Я поняла, что а дом-то огромный мне как бы и не нужен. И теперь я хочу в Анапе садовый участок с маленьким домом, чтобы был шикарный цветник, чтобы созревали яблони, персики, абрикосы, я не знаю, чтобы радоваться травке, поливая цветы. Ходить по этим дорожкам, ухаживать за растениями, просыпаться и засыпать счастливой. Вот, видите, как получается несбывшаяся мечта, связанная с Казани, с покупкой дома, чего-то там такого большого, а та переродилась в будущую цель. Гораздо более маленькую, мелкомасштабную, но более приятную. Так что и по сегодняшней встрече какие ощущения, впечатления. Ну, кстати, да, вот озвучивать свои мысли, это, наверное, как правильно сказали, что это, наверное, это, да, это интереснее, скорее, наверное, самому себе, и озвучивая их, ты немножечко по-другому их переоцениваешь, переоцениваешь акценты, и ты формулируешь мысли, а это тоже работа над собой, да, совершенно верно, да, подбирала как раз в дом подойдет или не подойдет, над собой, да, когда пытаешься внутреннее свое содержание, свои идеи какие-то высказать так, чтобы было понятно и другим, и в этот момент происходит переоценка какая-то, и, наверное, это очень полезно, я так думаю, это очень интересно во всяком случае. Отчасти, отчасти в ходу в этом выражается творчество, потому что связано с написанием. Да, да, важно проговорить. Проговорить, да, проговорить. И написать. Отчасти поэтому мы здесь и собираемся. Для рефлексии. Проговорить, да, да, точно. И, собственно, мы выстраиваем свое любящее, скажем так. Как говорится в Библии, вначале было слово, а слово, оно все-таки имеет огромный энергетический заряд. И вот произнеся, проанализировав будущее, я думаю, что это уже такой небольшой задел на будущее, потому что освобождаешься от того, что у тебя там вот... Ну вот почему нельзя говорить плохих слов. Да, совершенно с вами согласна, что это, во-первых, конечно, это по себе же бьет потом, это слово. это груз, правда. А ставя в цели и вслух произнеся эти цели, наверное, я так думаю, что какой-то процент уже работы над достижением этой цели, вот он уже пошел. Уже закладочки делаются. Да, да, да. Кирпичики. Где-то земля меня уже ждет, где-то садовый участок меня ждет. Точно. Есть такое мнение, что вселенная, эпох, если угодно, работает как зеркало. Зеркало. Согласна. Вот. То есть достаточно правильно сформулировать с собой. Согласна с вами. Сто процентов согласна. А ответы уже есть. А ответы, они лежат, да, причем в огромном количестве. И часто на поверхности. Поэтому мы их не видим. что вы можете даже понимать, воспринимать на подсознательном уровне. Просто вот этот момент, когда начинать правильно, сознательно правильно формировать, вы укреплиживаете его. Да, да, да. Вот опять же, проговаривая и точно подбирая слова. Сформулировав. Сформулировав. Да, это не просто нарисовав в голове картинку. Да, вообще супер здорово. Я уже на пути к достижению цели. Получается. к вопросу в Адиштаде. Это одна из местных штатов России. Согласен. Да. Александр? Ну, вообще, мне все нравится. И вообще, всегда приятно собираться. Для меня очень важно антураж внешний, поэтому все зависит еще от места. Ну, что ты... Ну, опять же, комфортная среда, да, где вот тут я себя чувствую. Ну, домашняя обстановка, кухня, стол, замечательная компания, поэтому сегодня большой плюс в этом. Конечно, новые люди, и очень приятно познакомиться было с Луизой. Я думаю, мы еще не раз встретимся. Вот. Можно, кстати, вот рассказать нашим зрителям еще раз, что мы здесь собрались в хостеле Европа по адресу Шевченко 73. Сколько у вас стоит вот ночь? Вы знаете, у нас в несезонье всего лишь 300 рублей, но посмотрите, как у нас уютное светло. Конечно. Прямо буквально домашняя обстановка. Мы стремимся к тому, чтобы, приходя, человек вот с улицы после долгой дороги мог себя чувствовать здесь тепло и уютно, как дома. Здорово. Это наша цель. Мы это уже почувствовали. Спасибо, приходите, мы будем рады, если встречи будет состояться здесь. Мы уже окунули. Ну и темы были для обсуждения предложены интересные. А в будущем году чего хотел бы постичь? А в будущем году, вот я об этом уже говорил, нужно будет выпустить книжку и попытаться обустроить вот это место Шевченко 288 возле МФЦ. Вот. главное, что для этого нужно, это Шевченко, ну МФЦ, межфункциональный 88, да, центр? Да? А, 280. А, многофункциональный центр, да. Для этого нужно время. Вот я, мой большой минус, это я порой не могу выделить какое-то количество времени из суток, чтобы заняться чем-то. Вот у меня здорово получается это вот сейчас видео содержание моего канала и живой журнал я тоже всегда нахожу время, это вот как закон, что я должен каждый день сесть к компьютеру и написать какой-то текст большой или маленький о прожитом дне, свои впечатления, события. Вот. И теперь вот нужно будет выделять внести в график. Да, внести в график может быть это будет какой-то день определенный посвящен. Добавить. Может быть какое-то время суток, чтобы вот сесть к компьютеру и начать допустим составление обращения там в прокуратуру, ГИБДД, муниципалитет. Красиво прозвучало. Фонд борьбы с коррупцией. Вы ничего лишнего не сказали? Уже запланировано. Я думаю, что с камер ты не зря пришел, так я думаю, что... То есть нужно найти его планируем обладиться. Тут буквально никаких эмоций не надо. Тут чисто вот несколько строк. Я знаю, что чиновники не любят человека. Много не надо говорить, несколько строк достаточно. И конкретно формулировать вот свои требования. У меня есть недовольство власти. И обязательно нужно указывать, какие права твои нарушаются. А нарушаются права на комфортную среду. Там еще транспорт загрязняет. У меня осложнен проход к магазину. Все. Небезопасно. Ребенка не отправишь. Мамаша там с коляской не пройдет. Опасно. то есть вот такие вот элементарные вещи. Вполне законные требования. И власть просто не может не реагировать. Которая зафиксирована, кстати, в конституции. А в принципе адресочек Путина общественной приемной можно у вас узнать. Написать ему письмецом. Тогда ему письмецом написать. В интернете вызовут. Кремлю. Все есть. Я пробовала ее. Лучше, конечно, обращаться по ступенькам. По ступенькам. По ступенькам. Сначала мы жалуемся может быть даже в управляющую компанию. Потом значит в муниципалитет тот, кто там занимается этим. Потом уже дальше там в прокуратуру. Потом выше мы уже отстали немножко отступили. Сразу президенту жаловаться нельзя. А вот когда президент получит это последняя инстанция. Это как в армии. То есть нельзя перепрыгивать через свои последствия командировки. И прикладываешь целую кучу ответов. Начиная с управляющей компании. И тогда он смотрит и говорит нифига себе. Сходил за хлебом. Они ничего не делают. А почему не делают? И тогда достается всем. И до самого низа. Тогда начинается уже конкретная реакция. Значит найти место именно для этой деятельности общественной. И еще я еще тоже сейчас обращаюсь к нашим зрителям анапчанам еще поддержки и может быть кто-то согласится со мной вместе этим заниматься. Я думаю желающие найдутся. Александр уже пожалуйста готов. Ну все. Александр? Прошу первая церковь. Он достиг вот так. Вот они хотят всем. Всем. Да. Получил такую мотивацию. Такую единоразовую инъекцию. заходят собственно говоря есть задел на будущем год это открытие чайного дома. Суть всего проекта как я Александр уже говорил всего проекта в чем это будет не просто это будет место для проведения мероприятий не просто вот заявление общепита не просто там а именно аккредированного рода мероприятий. Причи стихи послушать например в принципе сами можете даже тематические вечера проводить по сути по сути то есть да то есть ну что-то подобное есть в Анапе вега кафе задел именно мечта немножко другое направление чуточку ну направление просто свое мечта знаешь как больше эзотерический такой вариант то есть восточный эзотерический релакс это на любителя вот но принимаются будут любые мероприятия любого года то есть там кинопросмотры например определенных фильмов каких-то обсуждений просветитель деятельность хочешь на базе кафе по сути да создание первое это создание места где человек может прийти расслабиться от городского святого второе место пройдения пройдения просто я что меня вдохновило на это есть такое заведение потом вроде в Краснодаре я там был идея обо мне на самом деле то есть это уже воплощено конечно да там проводятся мастер-классы проводятся определенные ведущий может прийти в живую показывать как что делается мандалы рисование любой творческий мастер-классы какие-то кружки тематические да с определенной тематикой клубы например те же самые вот то есть довольно-таки широкий спектр пиши бизнес план теперь он должен на бумаге быть да теперь он должен быть там недостаточно ну собственно говоря хочу есть задел открыть подобное заведение здесь понятно хорошо по сегодняшней встрече какие ощущения с какими чувствами уходишь в будущий год в общем как и всегда только позитивные ощущения только позитив от общения с вами со всеми ребята новая знакомка приятно познакомиться спасибо взаимно на самом деле вот как правильно Александр сказал посидели по домашнему ты так говори да ну другими словами тем не менее приятно мы проверим приятно да действительно окнуться в домашнюю атмосферу и чуточку новогоднюю да кстати о новом годе мы говорили мало в смысле во празднике как-то ушло от меня вот это настроение все сказал или еще что-то так вот я думаю поддерживал просто новом годе только после хорошо ну и у нас остается 10 минут мы можем потом в свободном формате еще пообщаться чуть вот по сегодняшней встрече встреча понравилась вот свой своя изюминка вот на новом месте она была и есть поэтому я всегда выступаю как бы за то чтобы менять место дисклокации нашей вот и было особенно приятно что в общем-то нас здесь достаточно радушно приняли спасибо это заслуга я думаю Луизы спасибо очень приятно как хозяйки этого заведения скажем вот вкусный чай и все такое вот и по сегодняшней встрече ну собственно то что у меня не как бы не завершено начатое я думаю мы как бы предполагаем а Бог располагает то есть это я так думаю нормальная ситуация будем уходить в следующий год с там уже еще недоработанными какими-то проектами вот на завершение книги то есть я так планирую что действительно ее нужно будет в 19 завершить не знаю хватит ли года на эти 20% но надеюсь да вот что потом делать с этой книгой посмотрим будем наверное издавать ну а как бы помимо этого я так думаю что то что мне было бы интересно это работать над собой то есть в плане в плане как бы таких внутренних личностных каких-то достижений вот здесь прозвучала идея которая как-то отклик имела то что говорила как раз Луиза ты о том что нужно как бы научиться или находиться в ситуации здесь и сейчас то есть стараться жить вот такой полнокровной жизнью состоянии там находиться радости как-то даже блаженства какого-то и я это увидел я увидел это у тебя я вижу что это в твоей жизни уже происходит присутствует да вот на это просто нужно думаю обращать внимание внимание как бы куда направляешь тем и наполняется сознание там и соответственно мы себя так и чувствуем вот то есть как бы секрет счастья получается в том что просто он достаточно прост нужно быть счастливым не когда-то там в каждый момент жизни своей времени который происходит прямо сейчас хочешь быть счастливым будешь научиться плавать прыгай в воду плыви эти принципы они как бы они на слуху вот то есть не ждать когда будет более благоприятная атмосфера какая-то ситуация где вот там-то я буду счастливым потом это приходит ситуация а самочувствие уже изменилось там а может быть в этот момент будет зуб болеть вполне и опять что-то что-то мешает нету счастью в жизни вот поэтому дай договорить поэтому как бы а это уже я думаю это просто с одной стороны но почему-то почему же люди этого не делают оказывается все гениальное оно с одной стороны просто но оно гениально с другой стороны и его нужно не просто там достигать постоянно а нужно как бы этому учиться постоянно то есть и собственно в этом даже смысл жизни где-то мы как-то говорили о смысле он и в этом и есть чтобы блаженствовать каждый момент времени вот поэтому будем планировать я для себя лично буду планировать 19-й год блаженствовать вот независимо от того что происходит вокруг а вокруг будет происходить много чего такого и хорошего и думаю и плохого но как бы вот Виктор был на прошлой встрече он говорил нужно как бы вот действительно находиться в этом состоянии там мира внутреннего любви ко всем спокойствия блаженства дружбы радости вот и собственно это это уже как бы никто не отнимет если это у человека есть да пусть там хоть все на головах ходят есть я таких людей встречал кстати они светятся просто радостью и у них и глаза там светлые какие-то и с такими людьми всегда очень хорошо приятно и у них все получается самое интересное вот и всякие беды все проходит мимо таких людей потому что они просто как бы излучают вот этот свет тепло я думаю к этому не просто надо стремиться а нужно быть сразу вот как бы вот он принял решение бросить курить и он бросил а я принимаю решение быть счастливым блаженствовать вот прекрасное решение в 19-м году и прям не в 19-м году сегодня вот уже какое число сегодня 29-е я уже 29-е здесь и сейчас и вы можете присоединиться и принять для себя такое решение принимаем но не то что там какой-то экзальтации находиться там улыбаться как бы постоянно нет но есть такое выражение православной традиции кстати оно находится там понятие внутреннего делания то есть это внутренний труд должен быть вот постоянно и там нету такой бурной радости а там есть состояние внутреннего веселья то есть это внутреннее веселье это не то что я вышел и там радость такая на меня посмотрят как на этого немножко не в себе блаженного а внутренняя радость это это достижение внутреннего человека внутреннего человека ну как-то так всем спасибо за замечание уже потом на этом наша встреча вот заканчивается и Александр на пассажок скажет ну все у нас создана группа по рекомендации нашего зрителя зрителя Дмитрия Высоцкого жителя Анапы ВКонтакте называется эта группа так это называется клуб позитивного общения но он посоветовал чтобы там как бы отписать о наших следующих встречах где когда что ну вот когда я зову присоединяйтесь ну и всего доброго подписывайтесь на канал до следующих встреч помашем ручками улыбаемся и машем спасибо